а вот здесь ребятушки такая вот красота сквер чем там несколько человек сидит отдыхает из определенного места жительства лермонтов сезон рабочий этот памятник бомжу но это как бы экскурсовет говорит да вот это да ну может быть на может быть так просто прикол у них такое а я не курю бросил 30 я посмотрю все ребята вот здесь вот лермонтов всем привет друзья решил показать свою прогулку по центру москвы которые совершил 10 мая но полная версия уже вышла на канале следуй за нами путешествуй с нами кому будет интересно ссылка будет размещена под видео в описании этого видео там мне удалось пообщаться с некоторыми прохожими случайно и посмотреть как живут московские бомжи в период эпидемии в москве и подмосковье еще продолжают действовать более жесткие меры для передвижения нужно оформлять цифровой пропуск абсолютно на все такси метро автобусы и личный транспорт вот поэтому я вам ребята предлагаю пройти с вместе со мной по совершенно другой москве и такое можно увидеть только в параллельной реальности а тут ребятушки вот такой прекрасный фон и смотрите вот уточки плавают еще только не хватает вот эти фонтанчики они по идее должны быть включены но скорее всего связи с этой пандемии все-таки фонтана включат наверно где-нибудь в конце мая до 31 мера у нас до 31 мая у нас держит ограничители мера действует вот один человек там сидит не знаю нужны ли такие меры но вот уже полтора месяца россия пребывает в страхе это сильно заметно по безлюдным улицам москвы если иран раньше люди возмущались кричали вас попросили две недели посидеть дома вам что сложно то теперь многие думают как бы не умереть с голода а я иду шагаю по москве на 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 многие сейчас считают не так страшно уже вирус как перспектива погибнуть от голода после карантина и в театр теперь ребята ходить нет необходимости он вокруг нас теперь в повседневной жизни только птицы летают и дворники ходят такой режим вели были надеюсь что все-таки 31 мая все изменится то есть мира про карантина и у меня чуйка есть белье или чтобы продлевать без конца вот это вот на самом деле как они до нового года там будет самый страшный голод преступные группировки как 90 окунёмся а можно я вас сниму немножечко скажите с вами не леда не хотите но мне я понял данная изоляция мира снимутся 30 31 но с 12 действует послабление для промышленных предприятий еще раз повторюсь мы пионеры дети рабочих интересно потом вроде как разрешение сделать для прогул для семей торговый центр по моему насколько неизвестно входит в последнюю очередь ребята здесь еще работает оказывается у нас табак и можно даже что-то перекусить взять кофейку 69 рублей кстати кофе стоит можно заказать я сейчас наверно возьму кофейку попью кафешечка единственное которым не встретилась на протяжении всего моего маршрута ну да ребята ребята кофейку 70 рублей мне это обошлось ездит велосипедисты занимаются спортом ну так вот ребята я дошел от тверской до красных ворот и остановимся вот возле этого сталинского дома недалеко от памятника лермонтова более подробно особо популярность памятник лермонтова приобрел после выхода комитивного фильма все многие помнят джентльмен удачи где такси спрашивает а может быть памятник памятник был а чей памятник но не знаю мужик какой-то с бородой нет бакенбардвин да не помню я он в пиджаке сидячий чего сидит кто но мужик этот твой и вот деревня да ты знаешь кто же его посадят он же памятник все мы помним этот диалог по фильму как выяснилось савелий краморов на по фильму косой как раз искал это место памятник лермонта так находится принципе сквере на лермонтовской площади недалеко от метро красные ворота можно легко добраться пешком ну конечно гораздо ближе чем я шел скульптура сезоне кто-то как-то не пойму сезон рабочий этот памятник бомжу но это как бы экскурсовет говорит да вот это да ну может быть на может быть так просто прикол у них такое а я не курю бросил 30 я посмотрю все ребята вот здесь вот лермонтов а как прокомментирует это лермонтов а вот смотри сейчас я скажу красного мрамора но если ты во мне это вот когда немцы хотели гитлеры поставить память красного мрамора это перецепили наш советский войск а вот оставили из дом вот этот сталинский дом нет сталинский дом ты я знаю да вот эта высота достали вовнутрь зайди вот арта вообще красота там там внутри двор то иметь виду а ну-ну-ну-ну-ну-ну а тогда как пройти то вон она арка через арку туда внутри братья но это офис их центральная правильно понимаю но но у вас хорошее познание москвы спасибо давайте удачи так а на этом месте находился дом где родился великий русский поэт михаил юрьевич лермонтов еще ребята отличительной чертой этого высотного здания на площади красный корот стало размещение на первом этаже наземного вестибюлю станции метро красные ворота с таким-то обалденным двориком это мы находимся сталинской сталинский ампир такой красота ребята вот смотрите как тут строили раньше в советское время обалденно ротон . здесь у нас высоточка дворе просто шикарен я считаю наверно везет этим людям которые здесь живут скорее всего не простые смертные здесь мы видим говорят что торжественная закладка московских небоскребов произошла 7 сентября 47 года сам сталин регулярно интересовался ходом строительных работ и вносил какие-то строительные коррективы проекта и даже приписывать такие вот слова ездят у нас в америку потом приезжает и ахует ах какие же там огромные дома пускай теперь ездят в москву товарищи и видят какие у нас дома пусть тоже ахует ребята двигаемся улица кланчевская сторону трех вокзалов посмотрим еще там обалденную архитюру кто-то сделал такую хэштег спасибо вам врачам на ношение мы видим поезд ржд интересные такие маленькие вагончики интересный управляется сюда естественно выходить нельзя приближение заражения коронавирусной инфекции просто сказал что вот никто не работает строить поликет какой-то как носового стоп продолжают работать смотря на кронсильные меры наверное у них есть разрешение а здесь ребята вот я вроде наблюдаю тоже сталинская высотка здания сейчас там вернее уже давно ленинградская гостиница но номера не из дешевых от 10 тысяч 800 примерно начинается за сутки правда я считаю не лучшее место для этого отеля потому что рядышком находятся три вокзала ленинградский казанский ярославский и естественно много бомжей много таксистов полиция полиция охрана это у нас казанский вокзал очень красиво архитектурное строение так двигаемся дальше ну вот ребятушки людей тут на самом деле не так-то и мало кучкуется люди без определенного места жительства алкоголики тунеядцы ну и полиции тоже много вот такое вот место здесь исторически красивая обалденная архитектура виднеется ленинградская ленинградский отель гостиницы казанский вокзал ну вот на этом все друзья мы заканчиваем такой маленький репортаж без особого монтажа естественно я постараюсь это сделать вот всем хорошего дня не болейте кушайте чеснок имбирь повышайте свой иммунитет и главное соблюдайте меры гигиены я думаю это одно из основных правил которые вам поможет не подцепить какую-нибудь инфекцию да и не забываем подписываться ставить лайки и оставляйте свои комментарии что вы думаете о сложившейся ситуации в стране а